Здравствуйте, дорогие друзья! Я Татьяна Пискарёва, заслуженная артистка Украины, певица. И сегодня я имела радость прослушать конкурсные выступления участников международного фестиваля Golden Time Fest. Это классный фестиваль, большая площадка, которую я оцениваю уже не в первый раз. И, вы знаете, рада сообщить, что каждый раз, слушая новые и новые ваши работы, я отмечаю, что уровень участников фестиваля поднимается, и это подразумевает владение техникой исполнительской вокальной, это подразумевает проникновение эмоциональное в песню, это подразумевает улучшение вокального дизайна, который вы даёте нам как свою версию видения песни, потому что вы исполняете, как правило, хиты. От раза к разу улучшается этап, на котором мы можем оценить правильность выбора репертуара, который всё больше и больше вам подходит. И в целом я хочу сказать, что вот этот вариант дистанционного конкурса, он, конечно, позволяет расширить диапазон ваших показов нам, членам жюри. И если вам интересно наше мнение, наш опыт исполнительский, профессиональный, которым мы делимся с вами, то тогда это классная возможность его получить. Но что касается сложностей, с которыми вам приходится встречаться, так они относятся к такому вопросу. Ведь когда мы находимся в зрительном зале, в концертном зале, и вы поёте, вы воздействуете на нас, как на слушателей, как на зрителей, своей энергией, своей красивой эмоциональностью, соединением образа, маленький спектакль создаете в песне. Конечно, мы очаровываемся, и, возможно, некоторые погрешности вокальной техники, исполнительской мы совершенно не замечаем. Так вот, дистанционный вариант вашего участия в конкурсе, он требует большей пробивной волны, что так скажем, да. И те, кто получили, по крайней мере, в моём варианте оценки, высокую оценку, вы большие молодцы, потому что вам удалось пробить вот этот четвёртый занавес, который всегда существует между зрителем и артистом, но в ещё большей концентрации он присутствует на дистанционных конкурсах. Ну что ж, поехали, я начну свои оценки и маленькие видеокомментарии конкурсантам. Ну что ж, друзья, пожалуй, я начну. И первое я хотела бы прокомментировать выступление Софии Сенковой. Я поставила ей девятку. Достаточно высокая оценка по десятибальной системе, согласитесь. Что могу сказать из комментариев? Вот она попала однозначно, вот у меня тетрадочка есть, я всё очень тщательно выписывала, и поэтому вспоминаю её выступление. Она действительно попала в свой репертуар, она нашла свою песню. Очень искренняя девочка. Она это делала с большим удовольствием, что подкупала, правда. Немного я бы всё-таки рекомендовала доработать её вот этот интересный, стильный фальцет, который она уже нащупала. В этом возрасте достаточно редко нащупать свою интересную краску, но у неё это получается, не останавливайся. И всё-таки сделать этот стильный фальцет уверенным и стабильным. Поэтому оценка девять впереди ещё ожидает большой труд, поэтому успехов. Следующий очень интересный яркий исполнитель Таубе Даниил. Вы знаете, сложную песню выбрал Feeling Good. И очень артистичный, горячий артист, исполнитель с хорошей эмоциональной такой подачей. Любит эту песню. Она ему, конечно, эмоционально и артистично по зубам. Вот всё очень грамотно, всё построено. Показана техническая сложность. Их очень много использовано. Различные миксы звуковые использованы. И сам красавчик, и всё хорошо мешает только одно. Подростковый возраст, который, я тебе уверяю, обязательно пройдёт. И ты превратишься в хорошего, стабильного исполнителя. Я желаю тебе успеха. Оценка моя восемь. Вероника Степанова. Я высоко оценила эту работу. Я поставила девять. Но скажу вот такие аргументы. Во-первых, мне очень сложно оценивать плюсовые работы, студийные. Когда я не слышу и не вижу живого исполнения, здесь и сейчас, в микрофон, я не слышу, что эта работа прямо в моменте. Мы оцениваем студийную работу аранжировщика, автора песни, автора слов, правильно подобранный и выстроен режиссёром монтажа и саунд-продюсером песни, голос, тембр. Вот это всё вместе в совокупности произвело очень хорошее впечатление. Песня хороша, аранжировка очень органична, тебе идёт слова, смысл, содержание. Могу сказать, что тембр голоса у тебя к этой песне, он хорошо лёг. Но если я могу дать совет, я бы тебе дала всё-таки его в смысле увеличить и усилить объём звука, сделать вокал базовый более устойчивым, потому что он такой немного шаткий и более сильным. Хочется большей плотности звука не в смысле громкости, а в смысле объёма. И вот если ты этого добьёшься, то это качественно усилит твой исполнительский вокальный диапазон, как артистки. И тогда каждая песня тебе будет по зубам. Эта песня удалась, я поставила 9. Валерия Засильских. Возможно, я ошибаюсь в произношении вашей фамилии, простите меня. Но вот певица юная, находится в развитии, но она справилась. Отмечаю, что и этот репертуар идёт тебе, и вокальный дизайн хороший, правильно всё поставлено так, грамотно. Эмоционально, ну, прям артистка, вот точно могу сказать. Слышно, что ты немножко осторожничаешь пока, но в целом ты очень перспективный. Тебя ожидает хорошая, правильная, красивая дорога вокалиста. Практика, время обязательно дадут в результат. И отмечу, что этот номер один из очень немногих, который срежиссирован, и хореография поставлена, и образ хорошо продуман. Молодец, справилась с песней. 9, моя оценка. Я оценивала Карину. Могу сказать, что вы, Карина, очень талантливая девушка. И вот всё произведение, которое вы выбрали, оно сделано очень правильно. Грамотно построена фразировка. Вы, Карина, очень гибкая, музыкальная. И правильно у вас вот распределена вся песня. Но я бы обратила внимание на более чёткое определение с вокальной манерой. Мне кажется, что вам необходимо немного доработать или усилить вот именно способ вокализации, академическую манеру звука, которая в вашем случае, она заявлена, но раскрыта как-то нечётко. Доработайте это. Немного прикройте купол, обязательно всё будет звучать благороднее, ещё красивее. Это даст объём звуку. И добавьте всё-таки опоры. Обратите внимание на вот этот высокий сип, так называемый сипящий фальцет на очень высоких звуках, как будто бы воздух гуляет у вас между связками. Песню вы прочувствовали. И фразировка очень тонкая, такая музыкальная. Динамика построенная, произведение отлично. Но всё же обратите внимание на точность вашего уникального приёма вокализации. Ваша оценка 7. Очень яркая, интересная девушка с красивым, уже найденным, интересным, ярким тембром. Отличный базовый эстрадный звук. Голос подвижный, яркий и очень светлый. Хочется пожелать ещё большей такой эмоциональной артистичности, свободы и разнообразия, вот самовыражений с точки зрения артиста, вот таких визуальных и эмоциональных подачек. Найдите в себе больше свободы и такой правильной артистической наглости. Я поставила очень высокую оценку, 9 с плюсом. Вы молодец. Следующий мой комментарий относится к артистке, певице Анастасии Степаненко. Вы знаете, несмотря на то, что у вас в вашем выступлении не было звуковой технической поддержки, аппаратуры и микрофона, как минимум, который усиливал бы тонкости вашего звукоизвлечения, всё прочиталось. И я отметила глубокую эмоциональную погружённость в песню. Вы были вся в песне. Безусловно, вам не хватает выразительности и силы голоса. Ну вот с точки зрения красок этого голоса, вам хотелось бы найти более богатый низ, нижний регистр. Он должен заработать, он должен завибрировать. И это обязательно у вас получится, потому что вы очень юная, и у вас впереди освоение и познание себя. Поэтому вы не останавливаетесь. Классно получилось. В целом очень убедительно, вы очень талантливый человек. Сегодня моя оценка для вас 8+. Дарья Прокопчук. И вот здесь вот это тот случай, который меня удивил. И вы вот этот четвёртый занавес между мною, как слушателем, зрителем, и между вами, как исполнителем, вы его прошли, вы его пробили. И, несмотря на то, что вы подали для конкурса свою студийную запись, это вариант плюс, в исполнении вашем прозвучала песня. Песня была блестящая и шикарная. Такая лирическая история, такой спектакль. Так вот вы его, вам удалось его так спеть, что я почувствовала себя в маленькой пьесе, в таком спектакле на 3 минуты. И это из той серии, когда мне ничего не мешало быть слушателем и зрителем. Это когда хочется прийти на ваш концерт и послушать. Послушать, как вы передаёте эмоцию посредством музыки, голоса, слова. На фотографии вы очень красивые. В следующий раз, когда вы примете участие в конкурсе, для меня. Спойте живьём. Я хочу посмотреть на вашу мимику, на вашу пластику, на ваши глаза. Это так вот захотелось просто увидеть вас. Я поставила вам 10. И для меня это вообще очень высокий результат, потому что я же не видела вас живьём. Это всего лишь оценка по аудиозаписи. Но тем ценнее. Я надеюсь, что вот эта высокая оценка как аванс и как аванс с точки зрения того, что вы прислали плюсовую студийную запись. Но мы, жюри, мы должны оценивать всех. Я вас оценила очень высоко. И надеюсь, что вы это оправдаете. Желаю вам успеха. Дёмина Елизавета показала очень интересную работу. Восхищает кавер, решение интересной песни. Восхищает, как это талантливо было сделано и придуман. Как номер, как и музыкальное сопровождение. Очень красивый образ у девочки. Продумана режиссура песни. Развитие. Вот всё было восхищало прям. И жаль лишь то, что пока вы очень молодая и неопытная исполнительница, и ваш голос требует времени, труда, успеха, обязательно всё получится. Вы потрясающе красивы. И вы музыкальные. Видно, что у вас хорошая, гибкая, артистическая душа. Но ещё не хватает певицы в этом во всём. Потому что произведение сделано восхитительно. Вот всё поставлено и сделана. Вот эта работа шикарно. Потрудитесь, найдите голос, откройте. Ещё немножко времени. Просто не хватает 100 часов репетиций, знаете, из той серии. И обязательно будет успех. У вас успех. Певица встретится с классной музыкой, которую вы сотворили вместе со своими педагогами и наставниками. Им респект. Им я ставлю 10. Вам я ставлю 6. Общая оценка 8. Потрясающая исполнительница, которая исполнила одну из самых любимых моих песен «Нас бьют, мы летаем». И когда началась только эта песня, я подумала, о боже мой, пожалуйста, только вот как бы не испортить. Легендарное произведение из репертуара Аллы Борисовны Пугачёвой. И, вы знаете, вы меня убедили. Несмотря на то, что в некоторых местах, ну, как пожелание, знаете, не сразу вы включились в песню, не сразу зашли в эмоциональное состояние. Вначале долго раскачивались, но потом зашли и стали открываться, открываться эмоционально, наполнять, наполнять, наполнять. И у вас это получилось. Вы оставили очень хорошее впечатление. Единственное мое пожелание, если я смею его сейчас вам высказать, это найдите свой образ, визуальный, внешний. Это выступление, как для конкурса, очень хорошо и правильно сделано. Но если вы пойдете на сцену, там, где софиты, там, где зрители, вам понадобится яркий образ. Поищите его, вы очень красивая исполнительница, и вас ожидает успех. Я поставила вам очень высокую оценку, 9+. Успехов вам! Лада Радченко Слышно, что певица ищет свой тонкий, интересный, характерный диапазон, чувствует музыку. Идет работа вот над своим тембром. И это очень похвально. Вы молодец. А из пожеланий все-таки я бы вам посоветовала посадить звук на опору, укрепить его, сделать его более устойчивым, стабильным. И выровнять диапазон между регистрами, динамику перехода из одного регистра в другой. Это расширит ваш вокальный диапазон, это даст вам возможность свободно выражаться посредством интересной передачи через тембр каждого звука в вашем чудесном голосе. Моя оценка 7. Анастасия Витрук Вы знаете, очень уверенное, крепкое выступление. Я оценила его высоко, потому что хороший, высокий, найден базовый звук. И вы хорошо, крепко сидите в нем. Но нижний регистр все-таки пролетает. Он очень кратковременно появлялся, поэтому не испортил очень впечатление. Но все же я бы его посадила на хорошую мягкую опору. Попробуйте это сделать. Следующее мое пожелание, это даже при моей высокой оценке 9, поработайте над внешним образом. В этой песне, которую исполняет популярная украинская певица Злата Огневич, есть определенная фольковая стилизация. Найдите этот образ. Эта песня выигрыш на вашем репертуаре и принесет вам победу не в одном конкурсе. Поэтому рекомендую вам доработать внешний образ. А также позанимайтесь хореографом, найдите пластику своего тела. Будьте не однообразна, а интересная и яркая. Девушка, вы красивая, видная. Поэтому еще немножко, буквально 100 часов труда и успех ваш. Оценка высокая, 9. Ирина Бондаренко. Вы знаете, вы обладаете очень интересным тембром голоса. Несмотря на то, что песня достаточно статичная, вам она почему-то идет. Ну вот вы такая нежная, романтичная. Я бы все-таки порекомендовала вам найти и доработать образ, потому что ваша внешность должна быть подстать вот этой интересной подаче, такому вкратчивому, тонкому музыкальному тембру. Может быть, получится вам найти более яркую песню и в этой песне проявить вот ваш такой оригинальный и, наверное, уникальный тембр. Я поставила вам высокую оценку. 9. Вы молодец. Я желаю вам успеха. Вероника. Вероника Лачул. Если я правильно читаю вашу фамилию. Очень красивая девушка. Уверенные верха, насыщенные, плотные и шаткие, неустойчивые низа. Еще нужно все-таки опыт, практика. Наверное, нужно доработать их на опоре, найти эту опору. И вот довести до совершенства свой переход из нижнего регистра в верхний. То есть так называемый сгладить диапазон. В принципе, пока не очень стабильно, но вы очень перспективны и талантливы. Я вам ставлю высокую оценку. 9. Поворозник Анастасия. Я вам порекомендую определить все-таки ваш основной базовый тембр голоса. Потому что очень открытый верх. Достаточно мощный, но открытый, не очень аккуратный. И совершенно неустойчивый низ. Вам нужно сгладить все-таки эти регистры и посадить звук на опору. Пока что это не определенная такая краска, которой вы пользуетесь. Но вы человек творческий, талантливый, романтичный наверняка. Поэтому вам я желаю успеха. Оценка моя, к сожалению, невысока. 6. Я прослушала Таисию из Украины. Могу сказать, что отличный вырисовывается у тебя тая тембр. Я отметила в своей тетради, что у тебя хорошая опора в верхнем базовом звуке. Но нужно спокойнее переходить в нижний регистр и доработать вот этот осознанный переход. Это очень важно. Без рывков, без нервов. Вот спокойно и осознанно методично добейся хорошего мягкого опорного низа нижнего регистра. Не давить, нужно посадить на мягкую опору все-таки. Очень красивый микс там, где у тебя тихая динамика в середине произведения. Пока в целом это, конечно, сыро, но ты перспективная девочка и я желаю тебе успеха. Оценку, которую я поставила 7. Оценка невысокая, но она с верой в тебя и с желанием стимулировать тебя к новым достижениям. Успеха тебе, детка. В возрастной категории, в которой выступала Анастасия Головатова, несколько фаворитов, ну, по моим оценкам. Так вот, вы, Настя, молодец. Вы одна из них. Вы получили самые высокие оценки за две песни и за обе 10. И могу сказать, что тембр классный, образ найден. Подход к песне серьезный, много продуманно, образ прочувствован. И песню вы хорошо подаете, и первую песню, и вторую. Поэтому советов моих в этом случае мало, потому как вы уже себя нашли. Вы настоящая артистка. Только не останавливаться, только вперед. Дерзайте, берите новые вершины. Я желаю вам, детка, успеха. Ваша оценка 10.